Что касается энергетических мощностей, то, по словам энергетиков, и в городе предостаточно. Построены новые и модернизированы старые станции. Есть надежные передающие линии. И отключение энергии возможно по двум причинам. Во-первых, в городе есть еще бесхозные линии. Сейчас решается вопрос о передаче их на баланс. Вторая причина – незаконное потребление энергии. И эта проблема тоже решается. Исков к тем, кто подключился к линиям незаконно, уже составлено на общую сумму 1,2 млрд рублей. С другой стороны, городские власти контролируют ситуацию. Подготовку к отопительному сезону начали еще прошлой весной. Готовили и дома, и котельные, и запасы топлива. На сегодняшний момент порядка 95% уже жилого фонда подготовлены. 15 сентября, 20 сентября мы подготовим паспорт к готовности города. Передадим его уже Ростехнадзор для того, чтобы уже утвердили паспорт города, и мы будем подготовлены к отопительному сезону. Впрочем, сочинская зима непредсказуема. Возможные ураганы и сильный снег в горах. В случае порыва сетей, уверили членов Общественного совета энергетики, переподключение на резервные линии пройдет быстро. Подготовлены, кроме того, мобильные бригады с передвижными электрогенераторами. Есть и специально обученные специалисты, которых стало заметно больше благодаря олимпийскому строительству. Сегодня, после завершения олимпийской кэпер, город получил выдающуюся, не побоюсь этого слова, инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. И, конечно, ее сегодня надо очень грамотно, рачительно использовать. И сегодня нам доложили, что город полностью энергетикой снабжен, с большим запасом. Энергетика культуры. Ее тоже обсуждали на Общественном совете. Последние годы несколько музыкальных фестивалей получили постоянную прописку на курорте. В ближайшее время планируется встреча с министром культуры. Как сообщил депутат Государственной Думы, Сергей Кривоносов, встреча будет посвящена именно тому, как превратить Сочи в круглогодичную культурную столицу страны. Предложил он обсудить и такие важные для курорта темы, как дальнейшее развитие горнолыжных комплексов, а также транспортную доступность Сочи. В том числе, как использовать морские порты. Предполагается, что именно это станет основной темой следующего Общественного совета.